50-летний, ну, штук 20 случаев. Это уникальная вещь, действительно. Голова в голову, как показал фотофиниш. Тем не менее, перед трибунами уже начинают представления 11-го заезда. Да, 11-я скачка. То есть, да, 11-я скачка, да, пожалуйста, больше или везда. Вступительный приз. Для жеребцов и кобыл старшего возраста, чистокровной верховой породы. Выигрыш его приравнивается к многим традиционным призам, разыгрываемым в Европе. Скажите, а что вот они, когда тренируются, их специально вот эти стадии тоже вот именно из боксов тренируются там в пони-заводе? Нет, нет, не везде. То есть для них это тоже какого-то рода вот каждый раз заезд, это испытание? Испытание, серьезное испытание, именно связанное с нервными перегрузками. Да и вы знаете, вот если подойти ближе, когда-нибудь надо будет камеру установить, все-таки на боксах, посмотреть, как это делается там. Жакеи беспокоятся не меньше лошадей. Это такой нервный стресс. Вот сейчас все ушли, убежали, стартер становится. Так, дан старт. Итак, дан старт вступительного приза. Лучшие лошади, лучшие лошади старшего возраста. Вперед пошла, пошел восьмой номер трот, второй, на втором месте седьмой номер Глеб, на третьем месте пятый номер Ледок. Итак, скачку ведет восьмой номер трот. Вы видите жакей, молодой жакей Мираби, на втором месте Кисловодск номер второй, Александр Чугуевец. И я обращу внимание на эту лошадь по одной простой причине, потому что лошадь принадлежит Лобинскому конному заводу, который долгие годы был в числе отстающих, и теперь, собрав все экономические силы в кулак, привел тренотделение на Московский ипподром. И будем надеяться, что он будет в призерах этой очень почетной скачки. На третьем месте фаворитка этой скачки Кобыла Готерия под седлом Александра Ивановского. Вот мы видим, как растянулись участники по дистанции, но я думаю, что вот тройка на первое место опять на первое место вышла Кобыла Готерия, Александр Ивановский на второе место Кисловодск, Александр Чугуевец, и тут посмотрим, класс лошади Готерий или мастерство Александра Чугуевца победит. Я думаю, что все-таки класс лошади и тоже мастерство мастера жокея Александра Ивановского. Вот сейчас на втором месте пока держится Чугуевец на Кисловодске. Я вижу, как директор Лобинского конного завода волнуется и хочет все-таки, чтобы его лошадь осталась в призерах этой очень, очень хорошей скачки. Итак, мы видим от полевой, от полевой бровки очень резво выиграл. Я думаю, что он выиграет это Василий Мельников. Нет, Котерия, Котерия, выиграет четвертый номер ее захватывает, захватывает четвертый номер атрибут. Я думаю, что атрибут выиграл эту скачку владелец Ардзинба под седлом мастера жокея Пантюхова. Опять надо смотреть повтор по одной простой причине, что уж так захватила и меня в том числе эта скачка, что я не смотрел на монитор, я смотрел вживую. Не очень убедительное ваше предположение. Давайте посмотрим еще раз. Нет, хотя это показ еще показ на дистанции. Это мы вот смотрим на дистанции, как третий номер Котерия ведет. Выдающаяся кобыла, и я думаю, в этом году она покажет свой истинный скаковой класс на лучшем ипподроме нашей страны. Коим безо всяких так сказать является московский ипподром. Итак, вот мы видим как мастер жокей Василий Мельников пытается захватить, но тут как бы перспектива и не очень ясно это видно. С трибун, конечно, видно немножко лучше. Но видим, что уже Котерия приустала и по всей видимости все-таки она проиграла. Но сейчас мы увидим повтор самого финиша. Видите, как жокей помогает ей, в такт качает, это все тоже ведет к тому, что лошади легче. Но обратите внимание, ушки лошади не сложили, вот она сейчас сложила, а так она не в полную как весилу выступает. А это признак, очень хороший признак. вот такие замедленные повторы, они дают нам представление об остроте борьбы на дистанции. И вот еще один повтор финиша, вы видите. Здесь мы четко с вами можем отличить, кто есть кто, кто на каком месте, в каком состоянии приходит к финишу. И вот так, вот в таком порядке, в такой острейшей борьбе и прошел финиш этой одиннадцатой скачки. Ну вот тот самый торжественный момент, когда в общем лошадь, мы уже не раз говорили в своих репортажах, это Катерия. Вы знаете, вот она конечно вот эта гнидая, очень красивая кобыла, она чувствует, что вот что-то происходит такое праздничное, необычное. Вообще вы вот так по ощущениям лошадь наверное все понимает. Конечно понимает. Она понимает, что приз, многие лошади волнуются еще за годи до призом, они знают, что сегодня им бежать, и понимают, когда побеждают довольные. Тоже все это у них происходит и переживания, и хорошее настроение от победы. И наездники, и коневладельцы потом своих питомцев поощряют там лакомством каким-то, любимым, сахаром, морковкой. Да, ну вот сейчас, и сегодня, вот сейчас, вот в эти мгновения она героиня, конечно, Гатерия, победительница, скачки, приз вступительный. Желательно. Субтитры создавал DimaTorzok